Вновь назначенный господин Попшой, министр иностранных дел Молдовы, говорит следующее. Шаг за шагом Молдову вводят в регион на левом берегу Днестра в конституционное поле Республики Молдова. То есть шаг за шагом левый берег, с его слов, входит в конституционное поле Республики Молдова. Теперь у них будет гораздо больше экономических возможностей. Либо лицемер, либо человек незнающий. Откуда новые экономические возможности? Новые экономические проблемы? Да, согласен. Новые вызовы? Да. Возможности нет. Кого он обманывает? Себя. Себя обмануть невозможно. А насчет введения в конституционное поле? Так я хочу напомнить господину Попшою и его коллегам, что у нас пытались навести так называемый конституционный порядок в 1992 году путем вторжения в Приднестровье и убийства приднестровских людей. Кто ответил за это? Кто за это ответил? За то, что здесь убивали женщин, стариков и детей. Кто за это ответил? Вы, конечно, человек молодой, господин Попшой. Но почитайте тогда историю наших непростых взаимоотношений. Еще заканчивается наведение конституционного порядка в отношении того народа, кто за эту конституцию не голосовал. И хочу вам дать нормальный дельный совет. Вы, как министр иностранных дел Молдовы, должны все сделать для того, чтобы привести в соответствие вашу конституцию Молдовы с вашей декларацией независимости 27 августа 1991 года, который противоречит этой декларации. А еще напомнить, что согласно решению Конституционного суда декларация независимости 27 августа 1991 года имеет большую юридическую силу над конституцией вашего государства. А что там сказано? А там сказано, что Молдова берет на себя ответственность за ликвидацию правовых последствий пакта Молдова и Риббентропа. Там сказано, что Молдавская ССР создана незаконно. Там сказано, что именно парламент Молдовы расчленил единую Молдавскую ССР на два субъекта фактически. Молдову, бывшую Бессарабию, и Приднестровью, бывшая Майя СССР. Так приведите конституцию свою же к соответствии с декларацией. И тогда будет нормально. Тогда все точки будут рассталены над «и».